МАНАСС РАДИОС МАНАСС РАДИОС Пиар это с английского слова public relations, на русском это связи с общественностью, это установление гармоничных двусторонних отношений между организацией и ее целевыми партнерами. Это могут быть те же самые покупатели, потребители, стратегические партнеры, инвесторы, представители отрасли, конкуренты и представители власти, органов власти. И поэтому, чтобы создать себе позитивный имидж и репутацию, компании регулярно проводят всякие пиар-мероприятия. Ну это для слушателей. Как обстоят у нас дела на отрасли, в секторе пиар в Кыргызстане? Конечно, на сегодняшний день многие руководители компании уже поняли значимость public relations. И поэтому они все больше и больше нуждаются в профессиональных специалистах. И поэтому на сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что эта отрасль у нас очень развивается. И потребность в профессиональных пиар-специалистах с каждым днем растет. Ведь недаром, где-то два года назад, именно профессия пиар-специалиста и специалиста по рекламе вошла в топ-5 востребованных профессий в Кыргызстане. Так как мы сейчас живем в мире информационном, в мире глобализации и так далее, во время, когда растет значимость социальных медиа, социальных сетей, то маленькая оплошность организации, она тут же разлетается. И тут же наносится урон имиджу компании и организации. И поэтому руководители поняли это и все больше нуждаются в пиар-специалистах профессиональных и нанимают таких профессиональных пиар-специалистов к себе в компанию, чтобы те занимались непосредственно уже имиджем и репутацией организации. То есть можно сказать, что пиар у нас развивается в ударном теме? Можно сказать, да, что это отрасль вообще, отрасль медиа-сферы, сферы пиар-коммуникаций у нас развивается. А можно такой вопрос? Вот вы рассказали о специальности пиар. То есть у нас в обиходе как бы используются часто пиарщики, рекламные специалисты, маркетологи. Вот эта вся сфера, это одно и то же или есть между ними какая-то разница, грань? Нет, это не одно и то же. Да, кстати, очень хороший вопрос. Многие путаются. Многие, когда ты говоришь, что ты специалист в области пиар, паблок релэйшнс, все думают, что ты рекламщик или маркетолог. Нет, нет. Маркетолог, он непосредственно занимается товаром и услугами. То есть от начала от производства до донесения до окончательного потребителя, это маркетинг. Реклама, это непосредственно распространение товаров и услуг. А именно пиар, паблок релэйшнс, он занимается имиджем, репутацией организации. То есть есть такое понятие, как корпоративный имидж, корпоративная культура, корпоративный стиль. Но, конечно, все эти три понятия взаимосвязаны, и каждый дополняет друг друга. То есть пиар – это более долгосрочное? Ну, вообще все эти понятия должны основываться на долгосрочных стратегических основах. Но, да, пиар, он более включает в себя такие, направленные на долгосрочные цели. А реклама, она, как бы, реклама ждет уже таких быстрых результатов. Да, понятно. А вот расскажите о себе немножко, сколько вы уже работаете сами в сфере пиар-образования? Я являюсь, да, теоретиком. Я обучаю студентов именно основам пиара, теории пиара. Но это не значит, что я им даю только вот то, что в книгах написано. Так как наша отрасль непосредственно связана с сектором, с практическими навыками, я делаю исследования в этой области, обучаю студентов уже вот на протяжении 9 лет. Провожу масштабные исследования о состоянии пиара в Кыргызстане. Также непосредственно я стараюсь поддерживать связь с ведущими пиар-специалистами Кыргызстана, потому что мы всегда должны быть в курсе событий, что у нас происходит в секторе, и какие новые тенденции, чтобы подготовить студентов уже к будущей профессии. А вот скажите, какие вы применяете программы для обучения студентов? Вот перенимаете какие-то западные стандарты, да? Как известно, пиар вообще зародился на Западе, и, соответственно, он там более развит. То есть вы перенимаете их какие-то стандарты, или же вы уже программу обучения строите, вот именно опираясь на наш рынок? Конечно, теорию мы даем, основываясь на западных учебниках, потому что действительно, да, именно вся учебная литература, public relations, она как бы идет из Запада, с Америки, точнее, с США. Но мы стараемся эти же стандарты, как бы, когда, допустим, мы обучаем студентов, показывать примеры с нашего местного рынка, так как они будут работать потом на местном рынке. То есть теорию мы даем с каких-то западных учебников, ну, то есть с тех же российских учебников. Ну, а практикой мы закрепляем с местного рынка. Поэтому мы всегда стараемся приглашать на какие-то профессиональные семинары, мастер-классы наших местных пиар-специалистов, чтобы те могли поделиться своим опытом работы со студентами. А вот как Вы думаете, нужен ли в наших отечественных предприятиях, так сказать, отдельный такой отдел маркетинга или же отдельная структура по пиару? То есть, ну, понятное дело, да, Вы уже сказали, что во многих уже наших фирмах и наши производители пользуются услугами пиар-специалистов. Ну, вот, допустим, существуют ли у них собственные отделы, свои собственные пиар-специалисты? Ну, конечно, отделы маркетинга нужны всем абсолютно компаниям, которые производят товары и услугу. Государственным каким-то учреждениям или каким-то, допустим, неправительственным организациям отделы маркетингов не нужны. Но пиар-специалисты нужны всем, потому что сейчас такое время, такие тенденции, что только одной рекламой ты не устоишь. Поэтому, если это крупные компании, международные крупные компании, там есть целые отделы пиара, отделы паблик релэйшнс и отделы по внешним коммуникациям, например. Ну, если это мелкая или средняя компания, то там должен быть хотя бы один пиар-специалист, который хотя бы отслеживает, мониторит новости о компании, который хотя бы отслеживает настроение аудитории, целевой аудитории, настроение покупателей и доносит это руководству организации. Я считаю, что каждой компании нужен специалист в области пиара. Понятно. Вот, опираясь на ваше последнее исследование, скажите, вот, какими качествами должен обладать пиар-специалист в Кыргызстане? Ну, о том, какими качествами вообще в целом должен обладать пиар-специалист, написано много, написано во многих книжках, это, конечно, очень правильно, да, там пиар-специалист, он должен в первую очередь задумываться о интересах двух сторон, налаживать двухсторонние связи и так далее. Но, конечно, у каждого, у каждой страны, у каждого общества свой менталитет, свои культурные ценности, поэтому именно пиар-специалист в Кыргызстане, он должен знать свою культуру, свою среду, менталитет народа, и так далее. Но также, так как мы участвуем в Кыргызстане, в том числе в глобальных каких-то процессах, он тоже должен знать о каких-то глобальных тенденциях. Основываясь на моё исследование, я бы хотела сказать, что наши пиар-специалисты всё ещё работают по старым стандартам, они всё ещё думают, что, чтобы построить связь между компанией целевой аудиторией, нужны журналисты, поэтому журналисты для них являются такой значимой целевой аудиторией. Но сейчас это уже не актуально, сейчас уже такие старые, скажем так, традиционные СМИ отходят на второй план, и уже каждая компания может создать свои какие-то медиаплощадки. И посредством своих медиаплощадок они могут непосредственно уже напрямую выходить на связь со своими целевыми аудиториями. Поэтому, во-первых, наши пиар-специалисты должны это понять, также они должны понять… То есть использовать интернет-ресурсы, да, вы имеете в виду социальное медиа? Да, интернет-ресурсы можно использовать. У всех компаний должен быть свой корпоративный веб-сайт, обязательно какие-то профили в социальных сетях официальных, где сидят их целевая аудитория. И непосредственно через них контактировать. И еще многие компании для них значимо в первую очередь это продажи, то есть прибыль, да. Но этим я, как я уже предыдущая сказала, этим далеко не уйдешь, поэтому еще и компании должны уделять внимание таким каким-то социальным аспектам, то есть каким-то социальным проектам, корпоративной социальной ответственности. А многие руководители компании не выделяют для этого бюджет. То есть пиар-специалисты не могут донести до руководства, что это имеет значение, поэтому для этого не выделяют бюджет. Они выделяют бюджет рекламе, но именно каким-то пиар-проектом, каким-то социальным проектом не выделяют Поэтому задача профессионального пиар-специалиста – это донести до руководства компании эту значимость. И плюс еще многие пиар-специалисты не являются членами топ-менеджмента. Это тоже очень важно. Пиар-специалист непосредственно должен контактировать с высшим руководством компании. А наши пиар-специалисты подчиняются либо начальнику отдела маркетинга, либо начальнику отдела рекламы. И больше работают на продаже. А вот как вы думаете, если в сравнении взять наши отечественные бренды и зарубежные импортируемые, которые у нас здесь проводят свой маркетинг, их работа, как вы можете оценить? Могут ли они конкурировать именно с зарубежными брендами, наши отечественные производители? Именно на нашем рынке? Да. Именно вот в русле пиар-деятельности. Ну, зарубежные компании, они как свои вот эти маркетинговые мероприятия проводят? У них есть как головной офис в своей стране, головной офис сюда, филиалу дают поручения. То есть у них есть определенная общая какая-то рекламная стратегия. И они уже внедряют это под местный менталитет. Наши же компании, они больше уделяют внимание дайрект-маркетингу. То есть они используют какие-то прямые какие-то рекламы. Те же самые традиционные СМИ, телевизионные рекламы и так далее. Они не проводят исследований, например. Они только, если берут какие-то данные, это только, может быть, данные о продажах и так далее. А именно об интересах местной аудитории. Нету исследований. О их настроении, как они воспринимают этот товар или бренд, лояльность к бренду. Они не проводят эти исследования. И поэтому, мне кажется, не то чтобы конкурировать, но у них немножко другие методы. То есть они немножко должны поменять свою стратегию? Да, мне кажется, они больше должны уделить внимание мне исследованию своей целевой аудитории. Исходя из этого уже интереса своей целевой аудитории какие-то делать шаги. А не так, что все делают вот это и тоже это делают. Для того, чтобы продвигать наши отечественные бренды за рубежом и вообще страну в целом, как вы думаете, какие пиар-стратегии нам необходимы для этого? Именно за рубежом. Знаете, вообще, как воспринимается тот или иной товар какой-либо страны? Мы их воспринимаем в контексте бренда всей страны. Например, мы, когда приходят здесь, мы покупаем какой-то товар, мы смотрим. Если это товар из Америки, мы говорим, ой, это из Америки, значит, это качественно. Мы не смотрим на то, что там написано made in China. То есть эти товары произведены в Китае, но привезены с Америки. Или же турецкие товары взять, мы говорим, это с Турцией. То есть мы воспринимаем в контексте бренда всей страны. Поэтому, чтобы наши товары воспринимались за рубежом, мы должны построить прежде всего стратегию бренда всей страны Кыргызстана. То есть Кыргызстан должен быть узнаваем в других странах для того, чтобы наши товары там покупались, мне кажется так. Тем же самым можно... Это, конечно, зависит от политики, внешней политики страны. Это зависит от наших известных представителей страны. Например, как Чингаз Айтматов, он является брендом Кыргызстана, да, например? И люди, наши люди в зарубежных странах также являются носителями имиджа, бренда страны. То есть мы сначала, мне кажется, это лично мое сугубо личное мнение, должны организовать узнаваемость Кыргызстана, а потом уже продвигать товары. Так считаю. Мерим, благодарю Вас за интересную беседу. Будем ждать от Вас дальнейших плодотворных исследований, которые помогут направить в нужное русло наших пиар-специалистов. И, возможно, наши отечественные бренды будут узнаваемы за рубежом. Спасибо. Спасибо Вам большое за приглашение и удачи. Спасибо. Манас Радиус Манас Радиус